Всем добрый день! Меня зовут Григорьева Ксения, я экскурсовод проекта «Москва глазами инженера». И сегодня у нас с вами экскурсия, которая называется «Гиперболоид инженера Шухова». Мы с вами в подробностях поговорим о конструкции Шуховской башни и затронем тему района вокруг нее, которые в 20-е годы пытались превратить в настоящую социалистическую утопию. Конструкцию башни придумал замечательный русский инженер Владимир Григорьевич Шухов. Здесь она появилась в 1922 году, однако конструкцию эту он конкретно придумал еще и до революции. И первую такую свою башню он показал всем на выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году, то есть еще в конце 19 века. Существует легенда о том, как он эту конструкцию придумал. Легенда достаточно забавная. Владимир Григорьевич как-то приходит к себе в кабинет, и у него там убирается домработница Маш. Он наблюдает такую картину. Она берет корзину для бумаг, вытряхивает ее, переворачивает и ставит сверху фикус, достаточно тяжелый цветок. Владимир Григорьевич подумал, как интересно, снял цветок и сел на корзину самостоятельно. Ну и, конечно, по легенде с корзиной ничего не произошло. И что же получается? Сетчатая конструкция из тонких прутов может выдерживать такую большую нагрузку. Мол, так он придумал свои башни. Хотя, конечно же, мы знаем, что этому предшествовал очень серьезный расчет. Владимир Григорьевич получает заказ на строительство самой мощной радиостанции в стране в 1919 году. Это очень важный и ответственный заказ. Как мне кажется, нашему инженеру хотелось реализовать свою небольшую личную амбицию. Какая самая высокая башня в мире на тот момент? Ну, конечно же, Эйфелева. Она высотой 310 метров. Владимир Григорьевич свой проект хотел сделать высотой 350. Но удивительная история получается, если мы сравниваем их вес. Эйфелева башня весит 8850 тонн. Шуховская башня, будучи выше на 40 метров, должна была бы весить 2200 тонн. То есть разница очень серьезная. Как же так получается? Совершенно гениальная конструкция. Дело в том, что в Эйфелевой башне как перераспределяется нагрузка? Ну, получается все, вот если на руках, очень просто. У нас есть ветровая нагрузка сбоку и есть нагрузка сверху вес самой башни. Чтобы башня держалась, каждый из элементов мы делаем достаточно толстыми. В Шуховской башне происходит ровно другое. Нагрузка не распределяется точно сбоку или точно сверху. Она, по сути, закручивается вокруг самой башни. Посмотрите на нее внимательно. Она кажется криволинейной, но на самом деле, если вы проследите каждый из ее элементов, увидите, что она состоит из абсолютно прямых стержней. Они располагаются под углом. Вот чтобы совсем просто это представить, давайте сфантазируем. Нагрузка точно так же распределяется по кругу, по кругу всей башни. То есть каждый элемент получает абсолютно одинаковый вес, одинаковую нагрузку. Таким образом, их можно сделать, но достаточно тонкими и сократить сильно вес всей конструкции, а значит, сэкономить на металле. Поэтому конструкция, конечно, совершенно замечательная. Наша башня, ее не получилось построить высотой 350 метров. Когда уже все собрались на стройплощадке, и проект был одобрен, металла на стройплощадке все еще не было. Его пришлось, ну, фактически просить. И из-за кромов военного министерства металл в итоге прибудет на стройплощадку, но сильно в меньшем количестве. И в итоге наша башня высотой 150 метров, а весит она совсем мало, 240 тонн. А фундамент у нее, подошва фундамента тоже совсем небольшая, всего лишь 3 метра. Это фантастическое какое-то ощущение, когда ты думаешь об этом, о сложности этой конструкции. Но если мы с вами будем рассуждать, трудности на стройплощадке не заканчивались. Дело в том, что, ну, нужно как-то поднять было все секции башни на высоту 150 метров. Получается, что она состоит из шести секций, таких крупных блоков, которые надо поднимать. Никакого крана у тебя нет, никакой возможности другой поднять башню, секции башни на такую высоту тоже нет. Что ты будешь делать? Придумаешь что-то принципиально новое. Так сработал Владимир Григорьевич. Этот метод монтажа мы называем телескопическим. Что происходит? Все секции собираются сначала на земле, внутри друг друга. То есть сначала первая, потом вторая внутри, вторую поднимаем, третью собираем, поднимаем, четвертую собираем, поднимаем, ну и дальше пятую, шестую. То есть они выезжают фактически друг из друга, как телескоп. Вот и метод монтажа тоже называется телескопическим. И этот метод оказался очень удачным. К 1921 году они, ну, практически, начав монтаж в 20-м году, к 21-м они его почти завершили. Но, к сожалению, случилась небольшая трагедия. Четвертая секция упала. Помяла третью, помяла пятую, шестую, которые небольшие уже были собраны на земле. И казалось, что все, что, ну, как дальше возводить эту конструкцию. Начинается расследование, и Шухов несет все-таки ответственность за то, что это произошло, хотя он был не виноват. Ошибки в расчетах не было никакой. Шухова приговаривают к так называемому условному расстрелу. Это по факту очень страшно. Тебя не наказывают сразу. Тебе фактически говорят, что если в следующий раз что-то пойдет не так, то вот тогда будет очень серьезное наказание. И в такой ситуации Владимир Григорьевич возвращается на стройплощадку. Ну, что бы вы думали? Новый металл ему никто не дает. Ему нужно взять этот лом, выпрямить стержни, снова собрать секции и продолжить монтаж. И он это сделает. У него на это уйдет еще всего лишь около года. И уже в марте 1902 года Шуховская башня принимает свой первый радиосигнал и становится безусловным символом сначала Шабловского района, а потом и всего города. Потому что, ну, кто из нас в детстве не смотрел передачу голубой огонек, который происходил, ну, буквально на фоне вот этого сетчатого гиперболоида. Удивительно, кстати, что в 1937 году Шуховская башня принимает не только радиосигнал, но и она начинает транслировать телевидение на наш огромный город. Сейчас она отдыхает. Сейчас башня не транслирует ни радиосигнал, ни телесигнал, но является безусловным символом нашего города и одной из самых уникальных конструкций в мире. Не побоюсь этого слова. Потому что, давайте вспомним, построена она была только в 1922 году. Сейчас по всему миру возникают разные гиперболотные конструкции, но пионером этой идеей выступает, безусловно, наш отечественный инженер Владимир Григорьевич Шухов. И это очень вдохновляет, как мне кажется. Друзья, мы с вами находимся во дворе удивительного социального эксперимента. Во дворе первого дома коммуны, как его часто называют в источниках. Хотя исследователи иногда спорят на этот счет, потому что функция этого дома была достаточно смешанной. Смотрите, как получается. Дом строить будут с 1928 года по 1929. В декабре 1929 года жильцы уже въезжают в этот достаточно необычный проект. И получается такая удивительная история. Архитектором был Георгий Яковлевич Вольфензон, который еще с середины 20-х думал над экспериментом по строительству домов коммун. Что это по факту такое? Дом рассчитан на 700 человек, но не весь дом, а именно его коммунальная часть. Какая идея? Вы в своей комнате ячейки проводите совсем немного времени. Вы работаете. Когда возвращаетесь, конечно, скорее всего, приходите к себе домой, но большую часть свободного времени проводите в общественном блоке, коммунальном корпусе, где у вас столовая на 900 обедов, клуб, помещение для физического спорта, потому что в здоровом теле здоровый дух, и замечательная крыша, куда мы с вами поднимемся, я расскажу вам о ней чуть больше. Дом строился для членов рабочего, жилищного, строительного, кооперативного товарищества Первое замоскворецкое объединение. И вот для этих членов кооператива у вас сделана такая прекрасная крыша, куда ты можешь выходить и в хорошую погоду заниматься спортом, принимать солнечные ванны, потому что очень важно быть здоровым. Но еще здесь была очень любопытная функция. Здесь показывали кино. Был такой кинотеатр на крыше. С одной стороны здесь такая жердочка замечательная, куда ставили кинопередвижку, а кино транслировали вон туда, на ту стену. Соответственно, здесь можно было выстраивать стулья на достаточно большое количество человек. Я думаю, что это очень хорошая идея и для современного общества тоже. Георгий Яковлевич Вольфензон написал для этого дома достаточно жесткую программу, которую даже опубликовали в журнале «Строительство Москвы», так что, в принципе, любой москвич мог с ней ознакомиться. Там много правил, но есть некоторые очень интересные. Например, вы не могли привозить с собой в кооперативное жилье ничего, что могло бы помешать быту. Например, иконы привозить было вроде как и нельзя. А еще там было такое забавное правило, что в течение года жизни в доме вы обязуетесь ликвидировать свою безграмотность. Здесь организован в общественном блоке для вас клуб, в клубе кружки, и, конечно, среди них есть образовательные программы. И обязательно нужно было становиться грамотным. А еще мне очень нравится другое правило, что вы должны не только повышать культуру свою собственную, бороться с алкоголизмом, в принципе, и со всеми неприятными вещами, которые есть в человеческой личности, но вы должны еще это пропагандировать. И не только на кооператив, но и, желательно, на весь район и на всех своих знакомых. Поэтому задача была достаточно благородная. Программа была красивая. Общественный корпус, где много самых замечательных функций. Ну, наверное, достаточно даже просторное жилье. В принципе, для советского человека 9 квадратных метров и 14. Это не так уж и много. Нам покажется, что мало, но для 20-х годов это, в общем-то, большой праздник. Единственный эксперимент с домами-коммунами, он все равно немножко провалился. В 30-м году, ну, буквально через год жизни в доме, выходит статья в журнале «Рабочая Москва». И статья называлась очень некрасиво. «Дом коммунно». Не «Дом коммунно», а «Старая трущоба». Он выглядел совсем не так, как обещали. А еще, помните, я говорила, что нельзя было привозить иконы? Так вот, журналистка описывает, что в этих комнатках, ячейках были повсюду иконостасы, и страшно этим возмущается. Возмущается, что не работает водопровод, например, какими-то такими функциональными, неинтересными вещами. Но по факту, почему эта статья нам важна? Потому что «Дом коммунно» — это жилье будущего. А люди, для которых революция, в общем-то, случилась только что, и будущее только-только строится, они были к этому не совсем готовы. И поэтому эксперимент, даже, можно сказать, немножко на официальном уровне перестает развиваться. Помимо эксперимента по строительству достаточно уникальных домов коммун, в параллельность шел еще один очень интересный эксперимент — строительство массового жилья. Эксперимент принадлежал Московскому совету. Идея была в том, чтобы справиться с жилищной проблемой. Буквально так. Нужно было построить большое количество домов с типовыми квартирами. Вот история с типовыми квартирами тоже очень интересная. Проводили разные конкурсы, и в результате конкурсов не удалось придумать какой-то типовой дом сам по себе, но придумали ячейку-квартиру. Такие квартиры назывались типовые секции Моссовета. Первые появляются в 1925 году, потом выходят в 26, 27, 28, 29. Но по факту это типовая квартира, которую можно блокировать в жилой дом, а дальше уже целый жилой комплекс. Но что же по факту получается? Вот вы архитектор. Вам дают задание техническое, очень одинаковое, очень скучное. Это должны быть кирпичные пятиэтажки. Обязательно пятиэтажки, потому что в зданиях шести этажей высотой нужно уже строить лифт, а это дорого. Поэтому одинаковые пятиэтажки с типовыми квартирами. И в какой-то момент стало страшно, что город будет очень скучным и одинаковым. И вот что придумали. В 1927 году решили организовать конкурс на строительство вот этого жилого комплекса. Мы называем его Хавско-Шабловским жилым комплексом. Идея была в том, чтобы обратиться к очень конкретным архитекторам, которые состояли в объединении основа ассоциации новых архитекторов. Мы их называем рационалистами. Они были очень особенными архитекторами, которые не потеряли творческую нотку и понимание, что архитектура – это искусство в том числе. И это любопытно. Они провели внутренний конкурс внутри своей группы, чтобы... Ну, представьте себе на минуточку. Очень серьезная группа архитекторов. Им говорят, ну вот вам одинаковые дома, совершенно такое же типовое задание, такие же типовые квартиры, но вот из этого постройте что-нибудь интересненькое за те же самые деньги. Потому что город, ну, превратился в просто в какую-то скучную поверхность из кирпичных пятиэтажек. И в этом конкурсе в внутреннем побеждает архитектор. Звали его Николай Травин. И, как говорится, краткость сестра таланта, и все гениально просто. В чем была идея архитектора? Есть основная магистраль, относительно которой под углом 45 градусов он ставит те же самые кирпичные пятиэтажки с такими же типовыми квартирами. В итоге у него появляется здесь настоящий кирпичный лабиринт. И удивительная структура, которую очень хорошо смотреть и понимать именно, когда смотришь на нее сверху. Вообще всего 24 дома, но построены только зелененькие, только 15 корпусов, но они-то и самые интересные. Вот они стоят такими галочками, и в итоге у нас получаются достаточно изолированные треугольные или ромбовидные дворы, в которых можно гулять со своими детьми и тоже принимать солнечные ванны, прекрасно проводить время. Да и сам по себе комплекс становится очень интересным, потому что ты гуляешь, по нему ходишь, перед тобой раскрываются разные перспективы. Настоящая архитектурная прогулка, несмотря на то, что дома, ну, по факту, типовые, с типовыми квартирами, построены они абсолютно одинаково. Но нужно тоже еще всегда держать в голове. В этом комплексе есть еще одна удивительная деталь. Здесь построили общественный корпус, трехэтажный, куда могли ходить жители района. В нем была, ну, как минимум, библиотека, ЗАГС и, конечно же, рабочий клуб. Что же еще? А знаете, что самое удивительное? До сих пор в этом комплексе есть галерея на Шабловке, в которой размещается центр авангарда. Там можно прийти и узнать историю района, потому что это фактически краеведческий музей, а еще посмотреть временные выставки, посвященные вот этой удивительной эпохе 20-х и 30-х годов. Чтобы найти этот корпус, мы снова обратимся к нашей карте. Я вам его покажу. Основная магистраль, жилые дома и вот эта небольшая постройка, это наш общественный блок. Со временем он был надстроен большим количеством этажей и в основном сейчас это жилое здание. Но, как я уже и сказала, каждый жилец района может туда прийти и ознакомиться с его историей. И это очень хорошая идея. Друзья, наша экскурсия заканчивается и, как вы могли убедиться, Шабловка стала удивительным полигоном экспериментов в области строительной инженерии и в области строительства нового быта. Дома коммунные, удивительные жилые комплексы. Это совершенно потрясающий район. И я очень рада, что мне удалось стать вашим проводником по этой территории. Спасибо вам большое и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин